Санцей, как посрать, чтоб не надуться? Хм, глупая женщина. В этой жизни меня волнует только четыре вопроса. И какие же? Кто активировал активированный уголь? Кто короновал коронавирус? Кто убил мертвое море и почему так редко выходят находки? Уууу, вау! Пойду посру. На здоровье! Степа, он загадит весь туалет. Да нет. Дерьмо потом мне отмывать. Не парься, он не будет дуться. Парень из Австралии во время подводной охоты за сокровищами нашел в реке страйкбольный пистолет. ФЛ Элит. Потом нашел кошелек, к сожалению, без денег. Айфон. И ключ от Ауди. На берегу парень обнаружил в кошельке удостоверение личности. Это нельзя назвать находкой на все 100%. Сейчас поймете почему. Как рассказал мужчина. Один мой друг, с которым я ходил в школу, купил этот грузовик новым, но в 2003 году он продал все и переехал с семьей в другую страну. По форс-мажорным обстоятельствам, он не успел продать грузовик, два прицепа и небольшой участок земли, на котором они стоят уже 17 лет. Поэтому мужчина купил недорого данный грузовик и погрузчик, который находился в прицепе. Грузовик вытащили трактором и отбуксировали домой. Парень из Флориды нашел в реке три телефона. Айфон 6s. Галакси S7 Edge. И LG V20. А также нашел наручные часы. И многое другое. Ласты, маску, трубку, обувь и тонны солнцезащитных очков. Адам Браун из США нашел в реке айфон, правда без дисплея. Потом обнаружил спиннинг. А чуть позже Адам нашел еще один айфон, только на этот раз с долларами. Парень из России, который снимает видео про заброшенные места, где жизнь остановилась навсегда, обнаружил заброшенный гараж. Внутри были грузовики. Неизвестно, сколько они тут стоят и что с ними будет дальше. Думаю, это списанная техника, которая находится здесь на хранении. Энджел из США во время мусорного дайвинга нашла в контейнере белый флакон, в котором лежали деньги. Энджел от неожиданности разнервничалась и пошла в машину посмотреть, настоящее ли это доллары. Оказалось, действительно настоящее, да и еще тысяча долларов. По всей видимости, кто-то спрятал заначку, забыл про нее и по глупости выбросил, или, возможно, по незнанке выбросил кто-то из родственников. Энджел сразу же позвонила подруге похвастаться, та была в шоке. Еще в большем шоке был ее муж, когда Энджел вернулась домой. Американец, который увлекается покинутыми местами и путешествиями, обнаружил заброшенный паровоз, ржавеющий в лесу. Толщина и вес металла, из которого изготовлены эти старые локомотивы, поистине удивительны. Судя по осмотру, похоже, что произошел частичный отказ котла, поэтому локомотив был припаркован здесь и сих пор не двигался. Канадский пруд – это водоем длиной почти в одну милю. Он сдерживается плотиной, построенной в 1800-х годах. Несколько лет назад было сочтено, что дамбе грозит обрушение, поэтому власти города Провиденс решили отремонтировать ее в рамках одного из проектов планового капитального ремонта. Когда снизили уровень воды в пруду, обнаружили три автомобиля вместе с кучей покрышек, бутылок, велосипедов и прочего хлама. Парень из Австрии отправился исследовать танковое кладбище на территории военной базы с десятками списанных немецких танков «Леопард А1». Хотя они выглядят заброшенными и стоят здесь годами, танки на самом деле продаются, но не таким обычным гражданам, как мы. 17 ноября 2016 года местный житель Шанхая Мистер Шан пришел на базу для переработки мусора «Ху Линь» и рассказал сотрудникам, что подушку, в которой было спрятано 30 тысяч долларов США, случайно выбросили в мусор. Он узнал от санитарных рабочих в своем районе, что мусор попал на эту базу. Мусор, поступивший сюда в то время, был загружен в три контейнера, два из которых были уже отправлены, а оставшийся один все еще находился в нашем доке. Сказал Тан Баджун, заместитель менеджера рыночного отдела компании. Чтобы помочь гражданину Шану, база открыла оставшийся контейнер и отправила 10 рабочих на поиски подушки. Четверо наших сотрудников только что проработали всю ночь и пошли в свои комнаты для отдыха. Но когда они узнали про эту историю, то сразу же вернулись помочь с обыском. Сказал Тан. Чтобы найти потерянные деньги для владельца, работникам пришлось перелопатить тонны мусора. Кстати, ему очень повезло, что подушка оказалась именно в этом контейнере, а не в двух отправленных. Шан был очень благодарен персоналу за предоставленную помощь. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока.